Добрый вечер всем, кто к нам только что присоединился. И к нам в студию пришел глава города Владимир Сергей Сахаров. Сергей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Юля. Здравствуйте, уважаемый телезритель. И он готов ответить на все ваши вопросы. Звоните нам по телефону прямого эфира 36 66 66 и спрашивайте. А я пока по традиции задам вам первый вопрос. Скажите, пожалуйста, насколько я знаю, скоро жители ЮЗ-8 наконец-то смогут добираться до дома на автобусах. Расскажите, когда пойдут автобусы и по какому маршруту? Долгожданное событие для микрорайона 8 ЮЗ-8 наконец-то мы закончили дорогу, которая огибает 8 ЮЗ с юга. Надо сразу сказать, что ее закончили и ремонтировали, и делали не за счет средств бюджета, а за счет средств застройщиков. Сделано разворотное кольцо, сделано освещение, поставлены остановочные пункты, сделаны уширительные карманы, нанесена разметка. И сейчас в течение 10-14 дней наша задача сдать этот проект в эксплуатацию. Госэкспертиза пройдет. И тогда будут запущены автобусы. Те самые автобусы, которые сейчас паркуются на разворотном кольце Нижний Дубров, это маршруты 17-й, 18-й С, 23-й, 24-й, 25-й, 26-й, будут, соответственно, идти до разворотного кольца 8-го ЮЗ-Западного района. Спасибо. У нас есть первый звонок. Ольга Юрьевна на связи со студией. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Ольга Юрьевна. Сергей Владимирович, я к вам опять по вопросу остановки Пугачева. Сейчас идет прямая линия Светланы Юрьевны по России. Вот она сказала, что 246-48 миллионов выделено на дороги и внутри домовые территории. В прошлый раз вы меня немножко недослушали. Вы сказали, что будут торги для того, чтобы сделать остановку Пугачева. У нас там вообще безобразие творится. Да. Ходить утром, ну не то, утром висеть, все набежишь, и вообще там просто разбита дорога. Вы же мне, я была у вас как на приеме. Помню все, помню, послали вам сотрудников. Вы мне обещали вопросы, займетесь. Татьяна вот у вас из вашего аппарата звонила. До сих пор тишина. Нет, не тишина. Татьяна сейчас в отпуске, как и многие, собственно, владимирцы. Возвращаются из отпуска через три дня. Но я вам в прошлый раз говорил и созванивались, что эта часть благоустройства будет выполнена примерно через месяц, когда пройдут торги. Ничего нового не скажу, необходимо подождать. Спасибо еще раз Ольге Юрьевне за вопрос. Видите, как получается, некоторые дозвонятся по нескольку раз, особенно у нее с утра поступают звонки. Говорят, что не могут до вас дозвониться. Вот, в частности, один из вопросов от жителей улицы Алябьева, дом 8. Люди жалуются на управляющую компанию. Говорят, что там не спиливают деревья, дворы не устроены. Это двухэтажные дома небольшие. Да, я знаю, это компания ЖЭУ-4. Да, и говорят в том числе, что даже нет дороги, потому что, со слов жителей, директор управляющей компании сказал, что невыгодно звонить им даже щебень, потому что дом маленький. Дом маленький, малоквартирный, 8 или 12 квартир на Алябьеве, 8, управляющая компания ЖЭУ-4. Необходимо будет контактом обменяться. Или есть у вас? Есть контакты, да. Я возьму и позвоню после эфира человеку, который побеспокоился по этому адресу. Вадим Борисович у нас на проводе. Давайте выслушаем его. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте, Вадим Борисович. Вопрос такой. Проспект Строителей, хорошая улица. Есть параллельная улица, которая ведет пешеходная. Есть улица, которая параллельная против строителей, автомобильная. Дорога-дублер, так называемая. Дороги очень хорошие сделали велосипедную дорожку. Великолепно. Нанесли в понедельник. Да. А вот другая улица, которая параллельно идет, а ее ремонтируют уже год, второй ремонтируют. Как были там нетремонтированные участки дороги, так и не остались. Еще хуже стало разбиваться. Вадим Борисович, вы имеете в виду дорога-дублер, которая идет по четной стороне проспекта Строителей. Да, про нее. Да, да, да. Она действительно в очень изношенном состоянии. Езжу по ней не один раз в неделю. Она у нас в плане капитального ремонта до сентября месяца она будет исправлена. Это сама улица. А которые чуть-чуть прилегающие к магазину, они тоже будут исправлены. Потому что там просто... Какой магазин? 24-му? Строителей 24? Магазин Аликс? Магазин Дар находится. Магазин Дар сейчас там построен. Микс Фиксу 36.6. Какой адрес? Точно назовите адрес. Точно адрес назовите. Я не могу сказать именно номер дома, но магазин Дар это практически находится в педагогическом университете. Дар это 42-й дом. Я понял. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Как вы знаете, даже каждый дом в нашем городе. Сергей Владимирович, Елена у нас есть на проводе. Давайте выслушаем следующего телезрителя. Здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Елена, здравствуйте. 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 Вот у меня такой вопрос. Разметку в микрорайон Арктруд провели. А будет ли дорога-то или нет? Разметку? Мы не поняли вопрос. Будьте добры, повторите, пожалуйста. Ну да, все это самое. Нарисовали, все нарисовали. А дорогу-то будут ремонтировать или нет? Или новые будут делать? А вы подскажете, какой участок? Как? От лемешков? А, вот эту дорогу, понятно. От лемешков от поворота с М7 непосредственно до поселка Орк-Труд. От поворота, да, лемешки до Орк-Труд, да. Елена, ну, в этом году планов по ремонту этого участка дорог не было. Она не находится в разрушенном состоянии сегодня. Поэтому на нее нанесли разметку. Если есть у вас претензии, давайте еще раз изучим, дадим поручение главе администрации Фруненского района проехать, посмотреть, отфотографировать все участки. Но в этом году планов по капитальному или текущему ремонту этого участка пока не было. Давайте присмотримся к ней еще раз. Спасибо за сигнал. У нас на связи следующий телезритель Антонина Михайловна. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Владимирович, такой вопрос. Это госпелло 7. Очень приятно. Знакомый мне дом. Знакомый дом. Я хотела бы узнать насчет 13-й квитанции по отоплению. Вот нам прислали заплатить до 1 июля. Что нам делать, платить или не платить? Ну, давайте так, если есть сомнения, специалистов подошлем к вам, оставьте свои координаты Антонина Михайловна. Специалисты подъедут, разберутся, возьмут платежку на изучение. Но для всех телезрителей скажу, если счетчики, общедомовые приборы не стоят, мы это как заклинание произносим. Улица Гастелло, дом 7, это большой квартирный дом, четырехподъездный, пятиэтажный, кирпичный. Соответственно, там общедомовый прибор учета, видимо, не установлен. Поэтому, получается, получают жители квитанцию об уплате дополнительной суммы по отопительному периоду. Антонина Михайловна, как и в старое время, разберемся, подъедем, дадим комментарии. Спасибо. Следующий звонок. Анастасия, здравствуйте. Здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. Я проживаю улица Горохова, дом 17-я. Дом в аварийном состоянии, просто в ужасном. Там износ 90%. У нас 61-го года стопа решений о сносе. У нас планировалось там построить институт бизнеса. Это кошмар. У нас там стоит вот три дома. И все время что-то планируется, что-то срывается. Анастасия, подскажите, 17-й А дом у вас частный? Да, частные дома. Частный дом. Частный дом. Ну, обещать ничего не будем, потому что к частным домам, некому муниципальным, это особая зона. Муниципалитет, безусловно. Вы понимаете, дело в том, что они пришли в плачевное состояние вот из-за этих решений о сносе. То есть, видимо, их не ремонтировали с 61-го года? Нет, там другая история. Там был инвестор в этом месте. Действительно, хотели отдать под расселение улицу Гороха, 18-й с проездом, соответственно, по улице Сака и Ванцетти, вот этот участок, и улица Мира, с тем, чтобы построить там многофункциональное здание одного из институтов. Но в период кризиса этот проект рухнул, и жители остались без... с нарушенными обещаниями. Анастасия, оставьте свой телефон. Нам известна эта зона. Она у нас в плане расселения ветхого аварийного жилья, но затруднение будет в том плане, что у вас дом является частной собственностью. У нас последний звонок, если можно коротко. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Задавайте ваш вопрос. Сергей Владимирович, здравствуйте. Да, здравствуйте. Это вы знаете, мы вот у нас пляж муниципальный на Содушке. Вы знаете такой, да? Что на Содушке? Пляж на Содушке. Пляж на Содушке, да. Муниципальный. Да. Вот, а дорога туда очень ужасная. Вы туда сами не ходили когда-нибудь? Ходил, когда принимали эти площадки как эксплуатацию? Пляж нормально, а вот там проехать или, допустим, пройти, мы тут это самое преодолевали грязные лужи, и трудно было там во время дождя ходить туда. Хорошо, Сергей, понял, спасибо. Но в Содушке-то вы не боитесь купаться? Сергей уже у нас положил трубочку, да. Я думаю, стоит еще раз прогуляться по этой дорожке. Или проехать. Или проехаться, да, посмотреть, какое у нас состояние. Наше время истекло, к сожалению. Сергей Владимирович, спасибо. Как обычно, очень быстро. Я еще в течение 15 минут в студии останусь, так что, если остались какие-то вопросы, я готов на них ответить. Спасибо большое. Я напомню, в следующий четверг звоните нам опять по телефону прямого эфира 366666, и Сергей Владимирович снова ответит на ваши вопросы. Всего доброго. До встречи. Всего доброго.